Привет, это Субнатика Нижнуля, и мы продолжаем бродить по нашему небольшому островку, он называется бассейн, ледяной бассейн, или как-то так вроде бы, вот мы бродим, мы побывали уже в лаборатории в прошлой серии робототехники, вот он, центр ФИ, там мы все обшарили, узнали много интересного, если не смотрел, то обязательно посмотри, там сюжетные элементы по поводу нашей сеструхи. Также мы нашли здесь робота, которого мы обязательно сделаем, это робот пингвин, пингвинокрыл, еще в комментариях я посчитал, что оказывается у морехода вроде бы есть камера заднего вида, и это очень круто, надо будет протестировать, найти клавишу, которая отвечает за эту камеру, ну я не знаю насколько это правда, но мы потестируем и узнаем. Так, все, теперь мы свободны, хотя как свободны, нам нужно идти на точку Z13, так что пойдем вначале туда сходим, в пещеру. Проход в принципе есть, единственное, что я здесь не пройду в своем крабьем костюме. Ладно, вылазим с краба, походу наше путешествие дальше продолжается на своих двух. Так, батареечка есть у меня в запасе? Есть, отлично. Поменять. Тут хоть фонарик есть в глайдере, все, никак фонарик не могу сделать. Нашли еще одно место, однако я не могу сказать, выжили ли остальные. Однако тут все равно содержится ценная информация. Я надеюсь, что ты сможешь найти больше. Сеть указывает на технологии моего народа. Но изображения, которые я получаю, фрагментированные, повторяются. Я не могу точно определить их местонахождение. Фрагментированные изображения? Почему так бывает? Я могу лишь предположить, что это место глубоко и экранировано отражающим материалом. Возможно, среди больших образований кристаллов. Ну да, тут кристаллов дофига на самом-то деле. Хотя, ну вот все, что сверкает, это не кристаллы. Просто льда дофига. Ладно, давай возьмем сканеры, отсканируем всю эту фигню. Артефакт архитекторов. Похоже, знаешь на что? На сервер. Огромный сервер, где хранится куча информации. В принципе, тут больше ничего нету. Вроде бы все тут собрал. А, ну вот, ионные кубы. Их надо обязательно собрать. Ионные кубики нам пригодятся. Из них отличные батареечки выходят. Вот интересно, как используют ионные кубы архитекторы. Раньше они их использовали для того, чтобы открывать какие-то двери, да, потайные. Это мы помним по оригинальной игре. А мы используем их в качестве батареек. Ну, они тоже, кстати, в качестве аккумуляторов их использовали. Когда мы ставили ионные кубы в нужные пазы, там врубалась вся их станция архитекторов. Питалась. Так, значит. Перелазим сюда. И попробуем мы еще раз на своих реактивах перелететь этот мост. Не знаю, получится или нет, но попробовать стоит ли. Знаешь, что я думаю? Мне кажется, что тут нужен полярный лис. Но я его весь еще не собрал. Давай, кстати, посмотрим по чертежам, что у меня там. Полярный лис где-то. Сколько чертежей мне еще нужно? Еще костюм нам нужно утепленный сделать обязательно. И налобный фонарик я хочу. Вот он, полярный лис. Да, он у нас еще не собран. Все понятно. Значит, ищем последние чертежи лиса. И, возможно, этот лис нам поможет преодолеть вот эту пропасть. Мне кажется, что на крабе-то не получится. Вот я врубаю нитро. Я бегу, бегу, бегу. Врубаю реактивы. Ну, не, это бесполезняк. Вообще полный бесполезняк. Я падаю в воду. Мы вернулись в лабораторию ФИ. Вот она. Я предлагаю подняться на второй ярус. И пойти посмотреть, что у нас там имеется. Вот, смотри. Здесь проходик есть. Блинский. Голос садится опять. Давай. Сейчас посмотрим, что у нас здесь имеется. Ах, черт. Тут холодно. Очень холодно. Без костюма тут делать нечего. Можно спуститься вниз. У-у-у. Пошли-ка вниз. Я вижу, что там сундучок. Точнее, ящик. Питательный батончик. Это то, что мне нужно. Потому что воды у меня навалом, а еды нет. Тут тоже сигнальная ракета. Интересное местечко. Давай посмотрим. Сигнальную ракету на всякий случай возьму. Она может отгонять всяких хищников. Вдруг мне это пригодится. Так, зажигать я ее пока не буду. Хотя уже зажег. Вот эти штуки можно отсканировать. Ледяной вазочник можно взять. И съесть, наверное, можно. Наземного растения биоаккумулирует йод. Ага. Скорее всего, есть можно. Нет. Полезен для применения в химии. Вот оно что. Ну, давай еще один возьмем. Может действительно пригодится мне где-нибудь. Так, так, так. Возможно, здесь тоже есть какая-нибудь, знаешь, мобильная станция. Ну, лаборатория я имею в виду. Потому что есть светильники. Либо здесь просто проход какой-то сквозной. Пещерный. Итак, мы вышли на улицу. А на улице спокойно, слава богу. Ой, какие кости тут. Стремненько как-то. Очень стремненько. Давай посмотрим, что внизу. Так. И сюда мы можем заплыть на мореходе. Наверное. И здесь тоже должен быть проход по логике вещей. Но его здесь нет. Тупик. Понятно. А вот это что такое? О, фрагмент полярного лиса. Отлично. Еще один фрагмент. И у нас будет полярный лис. Будем на нем тут рассекать. Хорошо, пошли обратно. К тому же я уже подмерзаю. Ледяные корки появляются на моей каске. Или это маска. Да, у нас по-моему маска. Что такое падает? Льдины? Сосули падают. Вот е-мое. Так, значит. Где у меня вот эта зажигалка? Если он на меня побежит. Я просто сделаю вот так вот. Отвлечем его. Отсканить бы тебя, прекрасный мой медведь. Снежный сталкер. Вот как они называются. Сейчас я его отсканировал. Ему пофиг на вот эту вот... Ой, нет, он идет туда. Все-таки не пофиг. Ему интересно. Сигнальная ракета привлекает внимание. Так, здесь тоже тупик получается. Сколько минералов-то, а? Серебро. Ау! Твою ж налево. Так, бежим. Черт подери. Как так быстро обошел-то все? Я минерал-то все равно возьму. Давай, сбирай. Что ты тут возюкаешься? Ну же. Отлично. Вот это я бы тоже забрал. Столько серебра. Грех не забрать. Пока сталкер на нас не обращает внимания. А он вообще-то вернулся. Я, видимо, невкусный. Во, могу сюда спрыгнуть? Но боюсь, что я потом... Нет, 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 не надо. Это плохая идея, очень плохая. Зачем я сюда спрыгнул? О! О-о-о! Я думал, тут что-то интересное, но пока нет. Так, и куда нас это местечко приведет? По-моему... О, кислородная штука. Когда она будет выпускать пузыри, я могу кислород восполнить. Правильно же? Вот. Отлично. Так, главное нам добраться до нашего краба. В какую сторону поплывем? Вот, кажется, смотри, тут можно подняться. А-а-а! Знакомое местечко хотел сказать, но нет. Не узнаю это место. Вот, а здесь есть кристаллы. О которых Аллан говорил. Очень красивое место, но тут, скорее всего, могут быть сталкеры. Я вот слышу, что что-то шумит. Ну, пойдем дальше посмотрим. Выход из пещеры. Блин, я так далеко от своего костюма краба. Да еще и без теплых вещей. Если сейчас начнется... Если сейчас начнется ураган, то я тут нафиг окочурюсь. Но хорошо, что тут на каждом углу есть пещера. Это очень радует. О, маяк. Давай-ка вот это выкинем и водички попьем. Так, а чего же тут маяк-то мигает? Как будто тут какие-то данные были, но ничего отсканировать не могу. Сияющий гриб. Отсканим. Так, тут вот есть проход. Но нагибаться я не умею. Вот, казалось бы. Ну сядь ты на корточки да пролезь, но нет. Я же пенсионер, который не умеет нагибаться. Хорошо. Давай попробуем в обход сходить. Уверен, здесь где-то есть еще расщелина. Проход. Что-то отсканировать можно было. Морозная акация. Красивая дерев... Ого, вот это акация. Ты посмотри, какая она большая. Очень красивая здесь. Классненько. Да, территория, конечно, огроменная. Найти бы последнюю часть полярного лиса... О, там я вижу строение... А, нет, это глюк. Последнюю часть полярного лиса бы найти, и было бы мне счастье. Медведи. Бежим! Сюда он не хочет залазить. И нам здесь тоже хорошо. Сдвигается опасная погода. Блин. Ладно, бегу в пещеру. Тут неподалеку пещера есть. Я к тому же еще замерзаю. О, а гейзеры? А гейзеры могут нас согреть? Паровой гейзер. Да, в принципе, он мог бы нас согреть, но он перестал... Греть. Черт. А я аптечки-то с собой не взял. Бежим в пещеру скорее. Ой, тут маленькие полярные лисята. Я не понимаю, куда я сел. Где тут? Че тут? Я что-то застрял. О, еще разок. Че, я погиб, что ли? Ой, меня сожрали. Опачки. Итак. Я потерял кучу серебра. Это грустно. Давай, короче, посмотрим, че там у нас для костюма нужно. Может быть, мы можем его уже сделать. Значит, смотри, мех снежного сталкера. Ух, ё-моё. Мех снежного сталкера. Короче, на весь этот костюм нужен мех снежного сталкера. Ух ты, смотри, как тут красиво. Я, короче, побежал до краба. А ночью здесь вот это вот все подсвечивается. Вся вот эта красная штука. И очень красиво. На улице град. Ну, я добежал до краба. Он меня сейчас спасет. Отлично. Кстати, не понимаю, почему я вышел с костюма краба, если я могу сюда залететь просто вот. Нет, не получится залететь. Хотя, если сильно постараться, то, в принципе, возможно. Давай еще вот сюда. И вот так вот. Вот, пожалуйста. Все, мы здесь. В прошлый раз я шел, по-моему, сюда. Упал в пещеру. Да, точно. Ну-ка, давай попробуем тут пролезть. Ага, отлично. Я все иду и думаю, главное мне бы здесь не застрять. Главное не застрять. Потом я шел сюда. Вот она моя... Сигнальная ракета. И упал вот сюда. Я упаду сюда? А, черт, чуть-чуть не... Да, получилось. Я пролез. Отлично. Сейчас я этим полярным сталкером надаю лещей. Если я, конечно, отсюда выберусь. Есть такая вероятность, что я где-нибудь застряну. Вот, например, смотри, вот тут вот такая расщелина. Не очень меня... Да, все, отлично. Полярные сталкеры. Встречайте мои металлические кулаки. Вот она, эта полянка. Здесь я встретил этого сталкера, который меня загрыз. Вот он бродит. Ну что, иди сюда. Иди сюда. На тебе. Вот так вот тебя. Все. Ушатали его. Теперь мне нужно достать мех. Как мне мех взять? Вот, наверное, ножом надо будет достать, да? А вот фиг поймешь, как достать мех с него. Хм. Но он не берется. Подожди, подожди. Это взять снег. Взять снег. А как мех от него отодрать? Вот это поворот. Подожди. Давай почитаем наши заметки. База данных. Короче, здесь ничего не написано про их шкуру. Ладно. Пойдем внутрь, зайдем. Так, а где пещера? А, вот она. Пойдем, зайдем внутрь. Там маленькие сталкерята. Вот они бродили. И тут мои ресурсы, которые выпали с меня. Причем питательный батончик. Как же без него? Привет, ребят. Они довольно дружелюбные маленькие. Вот. Погладить можно? Взаимодействовать. Ага. Смотри, чтоб рук не откусили. А ты че стоишь так? Давай возьмем снег и кинем в него. Посмотрим, че будет. Как он отреагирует. Пофиг вообще. Блин, а можно вам че-нибудь дать? Рыбы у меня с собой нету. Они любят рыбу. Надо будет в следующий раз им принести и покормить их. Ладно. Трогать я их не буду. С них достать по-любому никак не получится. Шкура немножечко. И я думаю, что снежные сталкеры, они трутся об дерево. Ну, как и обычные медведи, которые хотят почесать спину. Еще что-нибудь. И, возможно, на деревьях остается клочья их шерсти. Нужно тут походить, посмотреть. Возможно, эти клочки шерсти где-то здесь есть. А может и нет. Может, я глубоко ошибаюсь. Насчет антенны. Меня не проглючило. Она здесь все-таки есть. Вот она, наша антенночка. Есть пару ящичков. Ну-ка, ну-ка. Таблетки. Таблетки. Ага. И волокно. Здорово. И батончик. Отлично. Так, давайте теперь быстренько пробежимся здесь. Посмотрим шерсть. Возможно, она здесь где-то есть. Неа. Нету. Не нашел я здесь нифига. Только замерз. Ладно. А подожди. Ну, это просто снег валяется скомканный. Переохлаждение наступило. Крабик, согрей меня. Это очень-очень холодно. Так, значит, куда мы идем дальше? Здесь вот есть маяки. Можно по ним пройтись туда вон вглубь. Наверное, туда мы и сходим. Куда нас эта пещерка выведет? Тут не пройти. Придется вылезти. Давай вылезем. А, ну это скорее всего... Опа-на. Охрана. Прован Иван. Ничего себе. Ваня, ты здесь? Странное место для бункера охраны. Человек, который здесь работал, тоже жил в хранилище. Вот это вот место мне интересно. Так, ну вот это лаборатория ФИ. А вот это вот место... Ну, нижние камеры, я не знаю, откуда они. Вот тут вот как будто, знаешь, пробурили тоннель. Что мы тут имеем? Кровать. В прошлой серии вообще очень много писали, что я не собрал... Точнее, не сканировал таблички с именами. Они рассказывают о... Хозяевах. О! Мех снежного сталкера, отлично. КПК Альтеры. Не мухлевал. Вон как выглядит этот Иван, скорее всего. Такой жирненький, в очечах. Так. Отсканировать. Ну да, таблички можно сканировать, точно. И вправду. Но возвращаться за этим... Ну, зачем сканировать таблички, не знаю. Возвращаться за этим я не хочу. Плакат заберу. Плакаты, если честно, тоже не понимаю, зачем их собирать. Просто, чтобы потом наклеить у себя в жилище. Зачем? Давай аккуратненько закроем все это. Как будто мы здесь и не были. И побежали отсюда. Ну ладно, ладно. Ты, наверное, скажешь, ну ты зануда. Не сканируешь ничего, постер не собираешь, стрякашка, все, короче, капец. Что здесь строилось? Я ощущаю, здесь многое. Среди прочего, смерть. Офигеть. Какой здоровый. Какой здоровый, ты гляди. Это вот его нашли, и видишь, у него болезнь Хары есть. Да, куча пингвина-крылов. Полярного лиса я здесь не найду, случайно. Мы можем вниз туда спуститься, но это я сделаю чуть позже. Так, это что у нас? Смазка. Вызвать лифт. Медный провод. Сейчас, 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 подождите, все, надо бы сказать здесь. Возможно, полярный ли здесь есть кусочек. На столе инструменты какие-то, сканер, здорово. Ожерелье какое-то. Это ожерелье Сэм. Она никогда не снимала его. Вот это, да? Еще КПК. Отчет о расследовании участок раскопок Фи. Кажется, смерть твоей сестры сопровождала значительными разрушениями. Это какая-то бессмыслица. Она никогда не уничтожала бы базу. Ну, безосновательно. Твои эмоции перепутаны? Ощущая боли одной? Не знаю. Я ошарашена, обеспокоена. Я далеко не так хорошо знала Сэм, как думала. Когда мы были детьми, это я всегда ломала и перестраивала. Она даже в пекарню не ходила без плана. Не меньше, чем за классическими овсяными печеньями. Такая серьезная. Она никогда не стала бы заниматься моими молекулярными, трансформированными, солеными кренделяками в карамели. Твой разум легко переходит на еду. Так ты отвлекаешься от своих чувств. Пожалуй, хватит с меня пока чтения мыслей. Это была не небрежность. Сэм не такая. Тут что-то другое. Так, Аллан говорит, что смерть нашей сестры... Разрушение сопровождало. Ну, короче, походу, наша сестра все-таки погибла. Понятно. Ну, вроде бы я здесь все обыскал. Мы можем подняться на лифте теперь спокойненько. Давай мы это сделаем. Подняться на лифте. Посмотрим, что у нас на втором ярусе. А здесь еще один проход. О, и робот какой-то интересный. Прикольный. Там вон тоже что-то есть. Тут у нас материал. Очень ценный материал. Это здорово. Тут все обрушилось. Пойдем. Ой-ой-ой. Вот этой болячки я бы не хотел касаться. Вообще, я бы здесь не хотел находиться. Какая она здоровая. Какая? Зуб замерзшего существа. Ну, давай отсканим. Да, мне кажется, что тут... Внимание, вам грозит голодание. Немедленно пополните запас калорий. Хорошо. Сейчас я съем батончик. И еще попью. Привязать ожерелье. Я могу привязать ожерелье. Ну-ка, я достану его, интересно? Не, не достану. В руках ничего нет. Так, ну и давай попьем. Что ж, что ж, что ж. Вот вообще не хочется подходить к этим болячкам. Неудивительно, что Сэм начала... Говорить про то, что мы тут нафиг себе позаражаемся. Заразим всю планету и сдохнем. Нарывы с инфекцией. Ну вот, мы их отсканим и все. Так, робота отсканировать не могу. Скорее всего, ввести образец. Для работы требуется контейнер для инъекций. Он тут есть? Контейнер. Контейнер для инъекций. Как он выглядит-то вообще? Там внизу были какие-то контейнеры? Давай спустимся. По-моему, были контейнеры. Сейчас проверим. Контейнеры, контейнеры. А, нет, тут просто пробирки были. Ладно, поднимемся сюда. Может, тут были какие-то контейнеры. КПК еще одна. Отчет охраны существ по... Прежнему мертво. Печер. Тогда почитаем, что там написано. Вот. Начнем, наверное, с отчета изучения мутации фирамента. Мы изучили первые образцы Хара, взятые из волдарей особи Левиафана. Результаты выглядят многообещающие. Мы смогли стимулировать быстрое размножение клеток в контролируемой среде, получив в результате различных мутаций с потенциально полезными применениями. Подумайте о возможностях. Лечение, спасающая жизнь, генетическое исследование. Это может быть наш шанс на понимание эволюции жизни на этой планете. Мы верим, что вы обеспечите необходимую для этого охрану. Участок с Левиафаном должен быть защищен. А, ну вот теперь понятно, почему там был пункт охраны. Ясно. Отчет о расследовании Омеги. Есть смысл читать. Давай пройдемся быстренько. А, помнишь, вот мы были как раз на станции Омега, и там сверху была пробоина. И вот тут говорят о том, откуда эта пробоина взялась. Говорят, что какой-то мощный мореход, модифицированный, пробил Омегу, базу Омеги. А затем этот мореход был дистанционно подорван, и лаборатория очень сильно повредилась. Так, 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 уже становится более интересно. Какие-то диверсии прям пошли. Отчет о расследовании участка раскопок Фи. При исследовании участка раскопок Фи, включая вход в пещеру и прилегающую территорию, обнаружены косметические повреждения наблюдательного оборудования Альтеры, и значительные структурные повреждения, нанесенные естественному входу в пещеру и опорам. В результате обломки не позволяют приникнуть в пещеру без тяжелого землеройного оборудования. В данный момент доступ возможен только пешком. Вот. Мы на камерах видели тоннель, который был пробурен какой-то тяжелой техникой. И вот про это и говорят тут в этом письме. Пострадало двое сотрудников. Перван Иванов и Саманта Айю. Оба тела обнаружены под обломками у входа в пещеру. Опа. Вот и первые умершие. Иванов только что вошел в пещеру. Следы ног все еще были видны. Порядка 15 метров глубже в пещере обнаружена Айю. Предположительно разбившаяся. Угу. Бедняги. Что Айю натворила? Ее досье нет записей о вандализме или небрежностей. И все же мое единственное заключение причиной обрушения была небрежность служащего. Нам необходимо расследовать возможную связь со взрывом в лаборатории Омега. Если они связаны, то кто за это в ответе? Что по отчете охраны? Так. Журнал патрулирования. Место раскопок. День 33 утра. Думал, что видел движение, но как оказалось это я просто начхал на экран. Протер его. Фред до сих пор не убежден, что эта тварь полностью мертва. Но я ни разу не видел, чтобы она моргнула. Сейчас приступаю к обязательному пешему патрулированию. Нахожусь внутри пещеры. Обнаружил огромную кучу ничего. Существо по-прежнему мертво. Пещера по-прежнему скучна. Скучай по шахте. Там хоть было с кем поговорить. О, погодите-ка. Что это? Камень? Я нашел интересный камень. На этой неделе уже третий. Остальные будут рады новому другу. Ага. Он камни собирал этот охранник. Завершая патрулирование. Периметр под охраной. Докладывать не о чем. Конец записи. Ну вот. Все записи мы прочитали. Теперь мы в курсе всего. Пробирку я-то кто-то не нашел. Возможно, она где-то в другом месте здесь валяется. О. Ящик не открыл еще. Еще одна таблетка. Сколько их тут? Ну, тогда пойдем наверх. Слазим наверх. Посмотрим, что там. Это мы поднимаемся на голову. И там вон тоже нарыв очень большой. С этой болячкой. Так, так, так. Череп замерзшего существа. Черт. Не хочется близко подходить в эту зеленую гадость. Ну, я все, возможно, отсканировал. Можно еще вот тут вот так вот пройти. Ладно. Спрыгиваем. Какую же пробирку в тебя тут затолкать-то? Пойдем тогда спустимся вниз. Там еще один проходик есть. Под головой. Вон туда. И посмотрим, что там. Левиафан, конечно, здоровый был. Очень здоровый. Кто-то говорил, что это тот левиафан, который нас спас. О, смотри, там краб стоит. Тут пробирок нету, случайно? Соляная кислота. Когти замерзшего существа. Но это не тот левиафан. Совершенно не тот. Это более такой агрессивный и более старый. И нет хвостов у него. Хотя до хвостов мы еще не дошли. А где камера здесь? Вот она, эта часть. Которую мы видели в камеру. В пункте охраны. Как будто кто-то из льда достал человека в кабине краба. И здесь тоже, в принципе, разбито. Так, ну тут, в принципе, больше ничего и нету интересного. Любопытное, конечно, местечко и очень завораживающее. Я думаю, что... Наносим все. Пойдем зайдем еще раз в комнату охраны. Вот еще минералы. У меня там место в достатке. Нормально, пойдет. Собираем. Так, медную не буду собирать. Серебряную. Серебряную, она нам пригодится. Инвентарь полон. Так, что-нибудь съесть? Давай батончик сожрем. Водички выпьем. Серебро всегда пригодится, чтобы делать провода. Комплект проводов и микросхемы. Так, я хочу зайти к охраннику, потому что он говорил, что он камни коллекционирует, собирает. Я просто не обратил на это внимания. Хочу посмотреть, у него здесь есть камни. Камни. А, ну вот, вот. Вот эти вот камни он собирал. Забавно. Ну все. Уходим отсюда. Крабик, я вернулся. Надеюсь, ты скучал по мне. Пошли. Так, значит. Мех у нас есть, но совсем один. Как его добывать, я без понятия. Вон там еще что-то есть, смотри. Мобильная какая-то лаборатория. Пойдем поглядим. Ого. А это что такое там? Это дерево какое-то или что? Ну да, похоже на существо, которое упало, погибла и это вот торчащая рука. Что у нас здесь? Так. Снова эти таблетки. Сигнальная ракета. О, сетчатое волокно. Я бы его собрал. У нас же есть, подожди, контейнер в нашем крабе. Открыть хранилище. Вот и все. Значит, постер, таблетки сюда скидываем. Вот так вот. Главное теперь, чтобы нашего краба никто не кокнул. А иначе мы все потеряем. То, что в нем лежит. Лестницы. Тут у нас чего? Прыжковый модуль полярного лиса. О! Это нам очень пригодится. Еще и батарейку нашел для нашего краба и морехода. Прыжковый модуль это очень классно. Аптечка. Все, погнали дальше. Наверху что-то, возможно, будет. О! Медведь. Сталкер, точнее. Привет. Трогать я тебя не буду. Небольшая пещерка. Давай зайдем, посмотрим, что у нас здесь. Я думаю, что да, полярный лис... О, нифига себе, он как стоять может. Как настоящий медведь на двух лапах. Здрасте. Не рычит на меня, я просто зашел посмотреть, что у вас тут есть. Возможно, кстати, мех тут валяется. Вот он, вот где мех-то. На лежбище их. Так. Иди сюда. Как бы его отогнать. Как бы вас... Короче, понятно теперь, где мех добывается. Просто он... Ай-яй-яй. Зря я это сделал. Черт, ладно. У меня же есть, у меня же есть... Вот. Сейчас. Я попробую тебя... Попробую тебя... Эй-эй. Вон, 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 смотри. Огонек какой. А я пока... Черт, он сзади меня. Он сзади меня. Ай-яй-яй-яй. Я опять застрял. Да что ты будешь делать? Да что ты будешь делать? Ай, батарейку еще поменял. Ладно. Так, мех. Мех. Бежишь за мной? Да, он бежит за мной. Вот так вот спрыгиваем. Здесь вон тоже мех. Все отлично. Куча меха просто набрал. Теперь я смогу себе сшить костюм теплый. Четко. Надеюсь, мне этого хватит. Ну, просто... Все забито. Черт, 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 черт. Бежим, бежим, бежим. Бежим быстрее в крабик. Фух, я залез. Все. Крабу ты точно ничего не сделаешь. Короче, смотри, видишь, вот этого сталкера. Мы только что бегали вон там, вот мех собирали. Там вот, видишь, моя сигнальная ракета горит. Я прошел через расщелину. И нашел вон там вот какую-то фигню. Тут какой-то маячок. Что-то еще. Так, так, так. КПК. Надо поблагодарить Сэм. Короче, он хочет поблагодарить Сэм за эту пещеру. Она ее, видимо, нашла. Эта пещера ему понравилась тем, что она светится очень интересно. И Себастьян начал изучать эту пещеру. То есть, видишь, ты светишь на грибы. А теперь я сейчас отключу фонарик. Видишь, пещера освещается. И это очень круто. А так, здесь в этой пещере очень темно, если ты не посветишь на эти грибочки. Прикольно. Вот, смотри, темно. Сейчас мы посветим. И они как светильник. Хоп. Интересная задумка. Да, на улице погода, дрянь. Выбрался из пещеры. И подрастроился. Нифига не видно. Тут вода. Пингвины при... О, наконец-то. Ну, наконец-то. Я нашел последнюю деталь полярного лиса. Он у нас теперь будет. Здорово. Ну, теперь я со спокойной душой могу закругляться с этой серией. Сейчас мы только посмотрим, что там за пристань. Так, я ее потерял. Сейчас я ее потерял. Короче, тут обломки полярного лиса на каждом углу. Здесь, там. Капец. Сюда надо было сразу прийти. А, вон она, это пристань. Еще мне, кстати, говорили, что если я здесь найду какую-то поляну огромную, лучше на нее не выходить. А то мне будет очень плохо. Тут есть какой-то очень опасный хищник. Пострашнее, чем полярные сталкеры. Вот на пристань. Там есть что-то. Можно взять. Почему вот надо вылазить обязательно с нашего костюма, чтобы открыть, допустим, ящичек? Можно было бы крабом открыть, клешни же есть. Посмотрел, если что-то надо, вылез забрал. Не надо, дальше пошел. Очень удобно же. Так, ладно. Я думаю, что надо остановиться здесь. И переждать бурю, потому что нифига не видно. Я так полагаю, что здесь что-то еще есть. В общем, на сегодня наша серия увлекательно подходит к концу. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующие серии. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.